всем огромный привет сумка таблетка вторая часть я сплела два круга и сегодня я покажу как я буду плести длинный прямоугольник который их соединит который соединит эти два круга между собой я замерила окружность решила сколько у меня будет верхушка дырка я там буду делать молнию а вот эту окружность не нужно соединить мы здесь я замерила и решила что это будет 49 сантиметров сейчас я объясню как мы как высчитать правильно значит прямоугольник будет 49 извиняюсь на ручку в доме не нашла дочь а моя их ломает куда-то выкидывает не знаю 49 на 7 ширина будет всем мне теперь вот из этих 49 нужно отступить три с половиной с одной стороны три с половиной с другой и плюс еще по пол сантиметра то есть по 4 сантиметра почему я еще беру в расчет сантиметр потому что трубочки когда он сложится вот здесь начальные они тоже займут где-то сантиметр поэтому мы его чтобы у нас появили получился идеальный прямоугольник мы его берем в расчет то есть 7 плюс 18 49 минус 18 будет 41 то есть начинаю я из трубочки в сорок один сантиметр ну и вот я соединила между собой несколько трубочек меня 4 или 5 получилось вот чтобы получилось вот такая тройная середине здесь загнула этот закрепила рабочую трубочку для тех кто не видел первую часть а ссылочка обязательно будет в описании на круги на начало объясню что трубочки основы скручены на спицу 18 из полосы 7 сантиметров трубочки рабочие скручены на ту же самую спицу 18 но из полосы 5 сантиметров и теперь вот по всему вот этому расстоянию я буду набирать петельки на равном расстоянии между собой и сильно не притягивая вот так это все просто делается бояться этого не нужно таким образом наращивать я буду сзади от меня и начинаю плести я слева направо не знаю мне так удобнее и наращивать я буду сзади от меня вот в этом случае я буду наращивать сзади от меня потому что то что вижу я перед собой это будет лицевая часть сейчас я дойду до конца и покажу как перейти я прошла теперь нам нужно повернуть по ряду видим трубочку загибаю как она пойдет здесь чтобы было мне удобно плести не сделаю такую манипуляцию вот сюда и выверну поверну и буду плести и вот тут я уже опять подложу вторую трубочку основу вот так я вот так я и подложила под первое и начинаю плести обычным способом не затягивайте петли никогда при корневом петле не нужно затягивать вообще загляните в описании там много полезных ссылочек обязательно оставлю ну а теперь я буду наращивать как обычно я в одном из своем видео рассказывала секретики плетения опять же ссылочка будет в описании сейчас я наращу и пойду до конца здесь покажу потом что я сделаю ну вот я ряду прошла и зашла в последнюю петельку надо камеру покупать срочным образом так теперь я начну формировать острые углы вот моя рабочая трубочка торчит пусть торчит что я делаю на мне на помощь приходит мой инструмент я вот так сгибаю трубочки делаю дырочку вот здесь здесь я проплетаю петельку длинная неудобно петельку завожу вот уже в эту петлю вот что у нас уходит здесь я тоже делаю ту же самую манипуляцию загибаю и начинаю плести дальше со второй стороны я сделаю то же самое и вот я прошла полный круг после начала меня с двух сторон такие углы сформированы и я пошла второй полный ряд здесь у меня уже очень легко плести потому что тут уже образуются дырочки из-за того что я не затягиваю петельки и плетение пошло в удовольствие я дойду до угла покажу что надо делать ну вот показался в угол так вот последнюю петельку я вытащила теперь я заправляю вот сюда поправляю сразу все мне как раз наращивание было поэтому надо чтоб она не слетела хотя полимерным клеем на бывает иногда всякое теперь я опять поворачиваю так же как и в первом случае но теперь я делаю вот таким образом здесь у меня угол 2 2 2 точек пойдете вот сюда в эту петлю то есть вот что у меня получается . вы меня извините может что не так но я никогда не переснимаю как есть так есть сейчас их будет вот здесь два я думаю 3 получится нет получится 2 здесь я также поворачиваю знаю как есть так есть никогда ничего не переснимаю либо если уж совсем не получилось и я считаю что это нельзя выкладывать я просто не делаю видео еще все такая дурная вот таким образом здесь будет тоже самое и таким образом я буду плести дальше смотря по ситуации следующие ряды опять я также сюда буду опять же дырочка будет заполняться вот это вот а здесь уже по ситуации нужно не будет добавить или нет но я думаю что нет потому что ширина у меня будет всего 7 сантиметров как бы она уже почти пять получается четыре с половиной я думаю что я еще пройду пару рядов и все поэтому а то и даже и один поэтому очень быстро это все будет смотрите какая тенденция интересная вырисовывается вот вы думаете я это плела я первый раз плюшу из одной петельки выходит 2 потом из этих двух она как-то автоматически вылазит 3 как-то так так но теперь я буду заканчивать значит начиналась у меня все с угла поэтому на углу я и должна закончить я делала угол как обычно только мы тут что я творю вот эту нижнюю трубочку я засуну вот под эту петельку такие прямо обрезаю я тут болела немного голос хрипит вот так вот видите я и обрезала и подсунула под петлю и тут я уже буду притягивать прямо чтобы сохранить форму более-менее а вот это я сейчас подсунула сюда там детали сумки будем собирать в следующем ролике все равно никто полчаса смотреть не будет вот в принципе и все не волнуйтесь чтобы здесь немножко лишняя петля вылезла может быть вы сможете по-другому закончить более более интересно тут уже как у кого ляжет как у кого получится каковых канонов я не вижу нужно и так и так сделать конечно немножечко промажу клеем она никуда не делась потому что я буду пришивать детали друг другу тоже трубочками и я думаю что вот это вот все вот это все оно скроется это я думаю что с изнанки даже красивее получилось вот так я это дело буду пришивать еще таким образом друг другу конечно это будет не из легких хотя кто его знает в общем на этом сегодня все до следующего видео обязательно подпишитесь если вы не подписаны и нажмите колокольчик а сумку будем собирать следующем видео пока